Разрешительной документации на введение деятельности нет. Аварийное состояние канализационно-очистных сооружений, либо полное их отсутствие. Это лишь некоторые из нарушений, обнаруженные в ходе проверки объектов Алданского филиала акционерной компании Теплоэнергосервис, проведенные природоохранной прокуратурой республики. Продолжит наш корреспондент. За организацию деятельности простым и минимально затратным способом акционерной компании Теплоэнергосервис придется заплатить. В 2016 году Якутская природоохранная прокуратура с привлечением Алданского комитета охраны природы провела внеплановую проверку соблюдения законодательства при эксплуатации канализационно-очистных систем. Нарушений обнаружилось великое множество. В разбирательствах точку поставил суд. Более 12 миллионов рублей. Такова сумма ущерба, нанесенного ТЭСом, землям и водоемом Алданского района. Отсутствие разрешительной документации на право пользования водным объектом, несоблюдение требований по охране водных объектов, следствие ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений, отсутствие очистных сооружений в поселке Ленинского или Лебединого. Эти видеосъемки сделаны сотрудниками комитета охраны природы. Сентябрь 2016-го Алдан. Канализационные воды сбрасываются в отстойник. Очистные системы в аварийном состоянии и нечистоты дренируют в реку Артасала. А это поселок Нижний Куранах. Специалисты производят забор почвы. Вследствие разрыва коллектора сточные воды уходят прямо в землю. Сумма штрафа за нарушение законодательства составила 670 тысяч рублей. В настоящее время он выплачен. Нанесенный же природе урон исчисляется миллионами. Были рассчитаны три ущерба, причиненные водным объектом. Это река Артасала, вследствие недостаточной очистки сточных вод с очистных сооружений города Алдана. А также два ущерба по почвам вследствие аварийного сброса бытовых сточных вод. Это по Нижнему Куранаху и по Синегорью. Помимо выплаты 12 миллионов рублей, Якутский городской суд обязал компанию нарушение устранить. Контроль за исполнением предписания возложен на Алданский комитет охраны природы. В 2018-м внимание к основному природопользователю, негативно воздействующему на окружающую среду, будет пристальным. Ряд полномочий передан с федерального на региональный уровень. В феврале 2018-го года мы уже будем проводить контроль на надзорные мероприятия по всем направлениям контроля. Это и состояние атмосферного воздуха, по отходам, ну и в том числе по водным ресурсам. За разъяснениями мы обратились в Алданский филиал компании Теплоэнергосервис. В комментарии руководитель филиала отказал, сославшись на неготовность ответить. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.